Есть по чем. Сегодня, действительно, Европейский суд по правам человека вынес, ну, решение опубликовал, по крайней мере, АТО по делу и Фраше. И самое важное в этом решение, то, что он касается не только статьи 6. Статья 6, она весьма традиционна для обжалования решений в Российской Федерации. Статья 6 касается права на справедливое судебное разбирательство. И ее дают весьма часто, потому что, ну, для примера. Например, ЕСПЧ по делам об административных правонарушениях считает нарушением законодательства то, что... Я просто сейчас абстрактный пример из практики нарушения законодательства то, что в процессе по делам об административных правонарушениях нет, не присутствует сторона обвинения. Суд, по сути, берет на себя такую функцию обвинителя. Безусловно, ЕСПЧ считает это нарушением. Типичное нарушение в российских судах, например, то, что суд отказывается вызвать свидетелей. Ну, такого нет обычно в уголовных процессах, но в административке это постоянно. Значит, это нарушение статьи 6 конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство. Безусловно, эти нарушения есть. И весьма частые решения, когда суд ссылается на эту статью. Но, вот со статьей 7 конвенции, это уже необычная штука. Решение принимается крайне редко. Особенно редко, когда идет речь о российских каких-то гражданах. Это наказание, ну, статья звучит так, наказание исключительно на основании закона. Ну, просто, если даже вдуматься в логику этой статьи, это говорит о том, что Алексею Навальному и Олегу Навальному наказание назначили не исходя из закона, а исходя из каких-то других мотивов. Не политических мотивов, потому что по статье 18 давно уже не принимал Европейский суд по правам человека, не принимал каких-то решений. Тем не менее, это буквально там с года, с 2004. Тем не менее, это совершенно четко указывает, что каких-либо законных оснований для привлечения к ответственности Алексея Навального и Олега Навального нет просто. Как эта статья звучит, вот конкретно, никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которому согласно действующему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. То есть, еще раз, то, что совершили Олег Алексеев Навальный, не являлось преступлением. Самое важное, что я хочу сказать в связи с Панфиловой еще раз, дело Ифраше никак не влияло на формальные какие-то заявления власти о том, что судимость по Ифраше вообще никак не влияет на возможность участия в выборах. Поэтому дело по Киров-Лесу формально может влиять, но оно, дело по Киров-Лесу, и ИСПЧ уже признал, что решение Европейского суда по правам человека по делу Киров-Леса не исполнено. Таким образом, ну вот сейчас в связи с выборами, это абсолютно не важно, Алексей Навальный в соответствии с Конституцией имеет право избираться. независимо там, Ифраше вообще не влияет. ИСПЧ, то общий согласен. Теперь Олега теперь обязаны выпустить. Ну, дальше смотрим. Смотрите, дальше такая процедура, что Верховный суд должен в связи с новым обстоятельством, а именно решением Европейского суда по правам человека, пересмотреть дело. Пересмотреть дело и с учетом того, что была применена статья 7 Конвенции, просто дело прекратить на самом деле, отпустить Олега Навального из-под стражи. Но мы понимаем, что заявлял Володин, что заявляли Матвиенко перед этим решением ИСПЧ. Ну, то, что формально они обязаны исполнить, а вот на практике не все государства исполняют решение Европейского суда по правам человека. И есть такие предпосылки, что власти могут попытаться не исполнять решение Европейского суда по правам человека. Нарушение ли это норм международного права? Да, безусловно, это нарушение норм Конвенции, которую мы обязались исполнять. Ну, мы в Совете Европы? В Совете Европы. Обязаны исполнять Конвенцию? Обязаны. Обязаны исполнять решение ИСПЧ? Обязаны исполнять решение ИСПЧ? И то, что заявлял Володя Анатольевна, что мы не будем исполнять решение Европейского суда по правам человека, пока мы не участвуем в порядке назначения судей, но это никак не связано с теми обязательствами, которые взяла на себя Российская Федерация. Более того, мы обязаны признавать решение Комитета Министров Совета Европы, которые зафиксировали неисполнение решения суда по делу Киров-Леса. Поэтому по закону формально обязаны, безусловно, и пересмотреть дело, и отпустить. У ИСПЧ, у Российской Федерации есть еще три месяца для того, чтобы обжаловать данное решение, воспользуется, не воспользуется правом, но то есть это растянется по времени. Решения ИСПЧ, они не исполняются вот так по щелчку, это потребуется какое-то время. Почему такая маленькая компенсация? Всего 5 миллионов за двоих, пишет Миша. Ну, такие компенсации, если бы это было в российском суде, там бы вообще компенсация исчислялась бы сотнями тысяч рублей. Так, есть ли практика в других странах, когда действующий президент выходит на дебаты? Как Путина вызвать на дебаты? Конечно, есть практика и в США, и в Франции, и, ну, я вот даже скорее сейчас затруднюсь с теми странами, где не выходят на дебаты. Знаете, это даже не юридическая штука, это штука просто отношения избирателя к кандидату. Но если человек не выходит на дебат, неважно, он действующий президент или не действующий, то как за него можно голосовать? Это неуважение к избирателям. Михей пишет. Боятся, что еще раскроются факты выроста? Совершенно верно, боятся. Алексей Мизунов. Если... Так, этот вопрос уже читал. Давно уже поняту ту стадию, когда идет информационная война. Сейчас элиты, у которых есть полномочия, должны что-то начать делать, а не трусить и смотреть по сторонам. Острый угол пишет. Какие элиты? Кто должен начать что-то делать? Кудрин, который заявляет о том, что, ну, да, есть какие-то нарушения законодательства, нужно проявить беспокойство. О каких элитах вообще идет речь? Я не вижу ни одного пока человека какого-то условно принадлежащего элитам, который хочет реально что-то изменить. Таких там нет. В КНДР президент не выходит на дебаты, пишет Максим Шуканов. Абсолютно точно он там не выходит.